Всем привет! Продолжаем ознакомиться с описанием картин Святой Христофор Ганс Мемблинг. В 1484 году Билем Морин заказал Мемблингу триптих для алтаря-часовни в церкви святого Якова в Брюге. На центральной части алтаря изображены святой Мавр в виде монаха-бенедиктивца, святой Жиль с ручной ланью, а между ними святой Христофор, несущий на плечах младенца Христа. Ну а святой Христофор отличался огромным ростом и силой. Святой Христофор обратился в христианство, чтобы служить самому могущественному господину. Отшельник велел ему помогать тем, кто хочет перейти вброд опасную реку. Однажды ребенок попросил перенести его через реку. Христофор взял его на плечи и пошел в воду. С каждым шагом вода становилась все более бурной, а ребенок тяжелым, как свинец. Когда они добрались до другого берега, младенец открыл ему, что он Христос, несущий на себе тяжесть всего мира. Он велел Христофору воткнуть в землю свой шест, и на следующее утро шест покрылся плодами и листьями. В пещере в скале отшельник держит фонарь, показывая путникам опасный брод. Младенец на плечах святого поднял благословение. Правую руку взор Христофора устремлен вверх. По выражению его лица видно, что он узнал, кого несет. В тот момент, когда на его шесте чудесным образом распустились листья. Мемлинг передает исполинский рост Христофора, изобразив его ноги под водой ниже уровня земли. Вот такое описание картины Ганса Мемлинга «Святой Христофор». 1484 год. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok